Я думаю, скорее всего, нет. Я считаю, что Путин не рискнет. Слишком много на кому стоит. Я так думаю, что да. Житейский опыт подсказывает. Ну, потому что я думаю, что у нас народ уже не глупый. Он же до такого просто не допустит. Нет, Путин не педрянный, он нам масштабный. Я думаю, он не допустит политики этого. Ну, потому что это не желание народа. Я надеюсь, что нет. Что на правительство пришло сейчас в классе. И они сделают все возможное для того, чтобы остановить существующую ситуацию. Перевести его в мирное русло. Думаю, что нет. Я думаю, что этого не допустят. Потому что войну ведут заинтересованные люди. Зачем им эти все глобальные войны? Думаю, да. Когда? Уже сейчас возобновляется. По крайней мере, вот сейчас какое-то есть, наступило равновесие вообще. Поэтому, по моему мнению, в ближайшее время какие-то дальнейшие боевые действия не предвидится. Я думаю, нет. Провокация, провокация будет. Не готовят они. Провокация, мы сейчас настолько сильные, настолько единственные, что они не готовят пойти на это. Они просто, ну не позволено, мир не даст. Масштабных боевых действий не будет. Потому что ни одной из сторон нету, на самом деле, реально ни сил, ни возможности сделать что-то подобное. Да, возобновятся. Ну, потому что Россия будет наступать. Мне кажется, месяца через два будет. Дело в том, что я живу в 20 километрах от военных действий до города Артемовск. И мне кажется, что вполне могут возобновиться. Мне кажется, это может произойти в любое время. Какое-то неловкое движение наших политиков, и война обратно разгорится. Я читал в одном источнике, что для меня авторитетным, я не буду говорить, что это мнение однозначное, неоднозначное, правильное, неправильное, верное, неверное. Но есть такое мнение, что в 17-м году война должна была быть в 12-м, 17-м и в 25-м году. По мнению одного из авторитетных специалистов. Эта дата зависела от того, когда будут готовы расстановки во внешних силах. Судя по всему, в 17-м году. Судя по всему, в 17-м году.